Программа «Детский форсайт», реализуемая акционерным обществом ТВЭЛ, совместно с Агентством социальных инвестиций и инноваций, подарила новоуральским школьникам возможность воплощения своих идей по преображению города. В течение всего года наши школьники трудились над своими проектами. А вчера в станции юных техников прошло подведение итогов реализации их проектов. На мероприятии побывала моя коллега Елена Мельникова. Дети в любом возрасте много фантазируют и мечтают. Но, как правило, воплощением их задумок в жизнь занимаются взрослые. Уникальный проект «Детский форсайт» подарил школьникам новоуральскую возможность самостоятельно реализовать проекты по улучшению города и заявить тем самым о себе. Эта программа очень значима для школьников, потому что они своими собственными усилиями, руками могут сделать город лучше, интереснее, ярче и остаться в нем дальше. Все проекты очень важны и значимы, потому что каждый социально значимый проект или же он направлен просто на украшение города – это все важно, потому что все делается ребятами самостоятельно, поэтому мы ценим каждый проект. В рамках программы прошли стратегические сессии как для педагогов, так и для самих ребят. Мастер-классы с профессионалами. Состоялась биржа проектов, которая собрала целую команду единомышленников и помогла детям привлечь внимание спонсоров к своим задумкам. Это все, безусловно, помогло подросткам отработать технологию создания проектов и научило их доводить дело до конца. Содержательные ребята поработали тоже очень интересно. Они потрудились, они сменили подход, который потребительским иногда говорим, вот мы придумали, дайте нам, сделайте. Они его сменили на такой созидательный, то есть они сами свои проекты доводили до реализации. Они позволили, может быть, пока в небольшом пространстве, в небольшом школьном, школьного двора, какой-то школьной рекреации, сделать жизнь чуть другой, интереснее, лучше. А самые смелые замыслы у нас, у взрослых организаторов, это чтобы ребята выходили на уровень города, реализовывали какие-то проекты в городе уже. Как говорили, весной при открытии опять же сессии думайте, творите и делайте свой город лучше. Такое было обращение к школьникам. В Новоуральске детский форсайт стартовал 23 марта 2022 года. Тогда на первом этапе свои идеи представили более 500 школьников города. Уже летом проекты ребят начали воплощаться в жизнь. Два из них представили горожанам. Речь о проекте «Веранды», представленном городской гимназией, и парке динозавров – идеи, разработанной командой учеников 54-й школы. Впервые в городе Новоуральске детские проекты были реализованы, а не только придуманы и представлены общественности. Поэтому вам за это огромное спасибо. И мы видим, сколько уже таких красивых, интересных мест появилось в нашем городе. Ребята прошли длинный путь, проделали большую работу. Заразили своими идеями всех вокруг. Ведь на пути реализации рядом с ними были их педагоги и родители. Завершением этого пути стал фестиваль «Город своими руками». Девять команд, которые дошли до финиша, представляют свои реализованные уже проекты и получают бонусы, награды за реализацию этих проектов. Мы планируем, что 2023 год, это станет тоже годом детского форсайта в Новоуральске, к нам присоединятся новые команды. Ну а те, кто стартовал сейчас, смогут завершить свои проекты в следующем году. Все участники программы «Детский форсайт» получили заслуженные награды. Но останавливаться на этом не готовы. Партнеры мероприятия, в свою очередь, отметили, что подобные инициативы молодежи важны и нужны. Это наше будущее. Мы каждый раз, когда я прихожу на какое-то мероприятие, где есть дети, которые могут найти идею, придумать, как ее реализовать и в дальнейшем создать проект, я вам восхищаюсь, если честно. Вы смело, за вашу смелость, за вашу яркость, за вашу готовность подключаться к каким-то интересным вещам. Что хочу пожелать? Дерзайте, придумывайте, учитесь реализовывать свои идеи и доводить дело до конца. За вами будущее и вам менять этот мир к лучшему. Участники программы показали своим примером. Новоуральск – это территория творческой и талантливой молодежи, неравнодушной к своему городу. А это значит, что у программы «Детский форсайт» впереди еще много интересных проектов по благоустройству городских пространств и города в целом. Елена Мельникова, Павел Сизов, Новоуральская обещательная компания.